Всем привет. Вот сижу на точке. Поступил новый приказ от нашего командования. Ты что там делаешь? От прокопа. Ну, от командира рота от нашего. Подвигаться на новую точку, которая находится где. Мало того, что идти до неё ночью будем, так там мины, лепестки и прочее. Да, и ещё три группы. Три группы, да, уже уходила. Мы четвёртая группа, и уже три-три группы не выходят, до сих пор на связь. Так что там по-любому нам пиздец. Мы уже, наверное, не вернёмся. Ну, скорее всего, да. Что делать с нашим таким командованием 109-го полка? С нашим командиром рота, прокопан этим. Который только, блядь, бухой будет. Отдаёт нам приказы и будет сейчас везти нас ещё по птичке. Короче, не знаю, что дальше будет, ребята. Ну, посмотрим, дай бог. Привет. Мы военнослужащие Российской Федерации. Я Трудьмин Вячеслав Юрьевич, со мной мой сослуживец. Я Островский Дмитрий Алексеевич, и мы со 132-й бригады 109-го полка. Да, 3-я рота под командованием Прокопа и командира батальона Глыбы. Мы оставили позиции, у нас упала последняя капля терпения, так сказать, от их беспредела, беспредельных приказов, несуразных приказов, которые гонят абсолютно на сноубой двоих наших товарищей недавно за то, что они отказались выполнять задачу, продвигаться вперёд по минному полю, как это оказалось позже. Этот же Прокоп закидал их сбросами. Пацаны задвухсотились, короче. Их позывные были «Босяк» и «Грим». Да, «Босяк» и «Грим», пацаны. Последняя наша капля стала то, что наш командир роты вышел с нами на связь в неадекватном состоянии, то ли он пьяный, то ли ещё что-то такое с ним было. Ну и с ним был командир батальона Глыбы. Ну и начали отдавать нам приказы продвигаться дальше вперёд, а там смысла не было продвигаться дальше вперёд, потому что, ну, это билет в одну сторону. Да, и мы решили откатиться, ну, так сказать, отступить. Да, сложили оружие, нашли гражданку. Да, мы не сыкуны, не дезертиры, просто мы не можем больше выполнять такие, ну, команды, и под таким руководством мы не можем дальше продвигаться. Нам всё надоело. Да, просим помощи, разобраться в этом, чтобы это видео дало общественные огласки, чтобы не думали на нас, что мы там какие-то сыкуны, дезертиры. Нет, мы выполняли свои приказы, мы воевали, служили, ну, просто уже терпение, пришло конец. Да, сейчас мы в убежище, нашли убежище, нас приютили, нас накормили, помыли, одели. С нами всё хорошо, теперь не знаем... Мы обошли заградотряды, слава богу. Да, теперь не знаем, когда выйдем на связь, но надеемся, что нам помогут, и всё будет хорошо. Всё, всем спасибо.